привет друзья вы на канале кари вы жизнь на кипре сегодня мы с вами прогуляемся по гирны и я вам расскажу последние новости кипра на дворе 18 марта температура воздуха плюс 8 градусов у нас в этом году происходит что-то непонятное с температурой с климатом на северном кипре никогда такого холода не было ни зимой не весной уже с 1 апреля люди некоторые купались и открывали сезон а в этом году люди одеты в пуховики шапки и мы смотрим и не понимаем когда же наступит весна на северном кипре это такая же проблема не только на северном кипре и на южном и в турции в общем вся эта часть в этом году очень холодная поэтому кто решит приобрести себе недвижимость на северном кипре уделяйте большое внимание какой дом какое отопление какие кондиционеры экономичные не экономичные и прочее у нас до такой степени было холодно на этой неделе что даже выпал снег я думаю что уже у многих блогеров вы это увидели видео как много снега гололед даже было видно машины в куветах потому что летняя резина и манера вождения непривычное для для снега поэтому многие машины оказались в кувете итак самой главной новостью которая хочу с вами поделиться с такой проблемой с которыми столкнулась очень много людей это проблемы работы карт в россии в связи с введенными санкциями заблокирована работа систем виза и мастер-карт поэтому пластиковые карточки российских банков превратились в ненужный кусок пластика но есть выход на северном кипре как и в турции некоторые банки принимают карты платежной системы мир также наличные деньги можно снять с карточек которые выпущены этой системы мир многие выпускают виртуальные карточки привязывают ее google pay или apple pay и расплачиваются в точках торговли но это относится не ко всем банкам есть многие разные нюансы но в принципе деньги возможно вывести много поступает вопросов на эту тему поэтому для меня это очень важная тема и я хотела вам рассказать у многих наших клиентов возникают проблемы с оплатой взносов за квартиры но мы стараемся находить варианты и уже появились разные лазейки через которые можно вывести деньги российских банков плюс многие застройщики идут навстречу делают специальные условия оплаты в нынешней вообще не прочные такой нестабильной ситуации одной из лазеек является криптовалюта и у застройщиков можно рассчитаться за недвижимость криптовалютой что и делают и наши подписчики и что делают другие люди и не только у застройщиков также можно криптовалюту выводить из страны здесь обналичивать и покупать все что вы захотите много обменных пунктов единственное знаю что проценты сейчас ставки комиссии растут потому что много сейчас желающих но тем не менее можно договориться можно найти наилучшие варианты также второй вопрос которые постоянно нам задают это отношение между русскими и остальными если дискриминации и так далее хочу сказать сразу что северный кипр я скажу также и за турцию это многонациональная страна вообще на северном кипре очень я же говорила что дружелюбный народ то сами киприоты турки киприоты они настолько позитивные положительные и даже дружелюбные что даже вот сейчас я скажу что некоторые спрашиваю да вот некоторые прям с таким сожалением этом соседам говорят о этом это плохо это плохо прям знаете с таким вот такой поддержка что все будет хорошо не переживайте что касается отношений между людьми то ну тут много людей разных национальностей тут много азербайджанцев здесь много украинцев русский россиян людей с казахстана с белоруссии здесь ну очень же много англичан ну в общем хватает до разных разных национальностей и вот в моем кругу я общаюсь практически каждый день с людьми разной национальности в моем кругу вот у меня подружка две подружки одна с днепра другая с украины я не знаю какой там город у нее также девочка вот с белоруссии мы дружим и у меня большое количество конечно вот ну из россии тут знакомых как-то рядышком вот у нас тут живут и мы знаете мы общаемся мы как-то хорошо с ними дружим и никак не влияет вообще обстановка в мире на наши отношения это точно и я никогда не слышала каких-то здесь ссор или каких-то призывов там я не слышала и не знаю здесь все тихо спокойно поэтому если кто-то что-то начнет делать или говорить человек обратиться в полицию даже может и не нужно будет обращаться сразу же сразу же это все депортирует человека дадут штраф депортирует может быть за это зло и весь тюрьму посадят потому что здесь не хотят подрывать спокойствие и безопасность граждан и ну как приезжих так и местных жителей мне это очень нравится здесь все четко в этом плане никто церемониться не будет поэтому здесь обстановка спокойно я спрашиваю своего ребенка как в школе как вообще с ребятами вот она же везде ходит она общается ходит в изо студию там очень большое количество детей и в другие там заведения кто-то что-то тебя спрашивает и она сказала что ни разу никто ничего на эту тему у нее не спросил и но абсолютно ничего ну все хорошо и спокойно поэтому кого волнует вот этот момент имейте ввиду что на северном кипре в этом плане хорошо еще очень такая важная вот тема я хочу ее поднять и вы пожалуйста имейте ввиду что вот сейчас ходят слухи о том что роскомназор в ближайшем ближайшее время может заблокировать каналы ютуба поэтому именно территории россии поэтому мы решили завести свой телеграм-канал вы сможете нас там найти мы ссылочку прикрепим под видео а также канал можно по яндекс дн там тоже наши все видео вы сможете спокойно всю информацию про кипр узнавать самую свежую и также мы туда будем размещать будем стараться размещать какие-то объекты интересные по недвижимости и какие-то важные 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 может и интересные важные новости так по поводу вот вопроса как добраться я в предыдущих видео рассказывала что летают самолеты например из белоруссии летают в россию самолеты с россией сюда также к нам прилетают люди рейсов конечно немного цены на билеты дорогие но все летает в турцию через турцию сюда спокойно люди приезжают ну вот с этим проблем нет единственно дорогие билеты и можно там могут там переносить рейс в общем я не знаю что там у них происходит но к нам вот пару дней назад приехали тоже люди с россии нам там передачу передавали тут вот сейчас улетают мы там тоже ну то есть у летают я не могу сказать точно компании то не то 1 то 2 то 3 но туркиши летают поэтому если кто-то захочет прилететь на северный кипр то добро пожаловать и последняя такая новость ребята что мы вот приехали на северный кипр купили не когда-то приехали купили недвижимость онлайн никогда не были здесь потом пожили поняли что это наше место нам тут нравится комфорта комфортно ведут последних событий вообще еще еще больше утвердились в этом и мы хотим сейчас продать свою квартиру в скором времени будем видео снимать на продажу мы хотим купить побольше недвижимость потому что нам у нас многое нам нашей квартиры мало некомфортно поэтому мы выбрали себе комплекс если вас вот и ну вам нравится наше видео если вам интересно где мы купили если вам интересно вообще северный кипр то пожалуйста ставьте лайки чтобы наши видео вы попадали в рекомендованные вы нам будешь будете помогать этим у нас будете стимулировать снимать мы снимали видео если вам интересно какая-то информация также подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик и вы будете в курсе о выходе последних новостей последних видео мы постараемся с вами вам для вас снять как можно больше недвижимости потому что она вам вас интересует и хочу заметить что последнее время на северном кипре последнюю неделю резко выросли цены на недвижимость вот неделю-две на резко люди начали скупать недвижимость и виллы после вот который я снимала за последние два месяца все их нету их раскупили там если они были там последние по пару вариантов потому что я всегда ищу хорошие варианты для вас это попадало чтобы был там одна две виллы то сейчас вообще ничего нету и люди приезжают и мне говорят вот это я звоню застройщику нет уже поэтому когда спрашивают подберите нам вариант мы прилетим когда там через месяц то я вам скажу нет такого нет сегодня ей завтра ее нету утром есть вечером виллы уже этой нету ли квартиры и я скажу что вот есть комплекс где квартиры все распроданы а комплекс еще не начался строиться и там ну как мы там и купили квартиру последнюю мы купили последнюю квартиру в комплексе которым в котором еще нет никаких строительных работ который просто голая земля и в котором все раскуплено старт продаж квартир начался это закрытые продажи были в январе за полтора месяца даже в конце января за полтора месяца все раскупили понимаете поэтому кто думает то я скажу что вы уже не думаете а действуйте я всегда очень аккуратно рекомендовала потому что я не хотела на себя брать никакую ответственность но я всегда и них я никого там не говорю там делайте как я делаю так я всегда купил онлайн и я всегда всем говорила во всех видео что вы не покупаете онлайн потому что не всем везет вот есть моменты вот и я сейчас вот мы решили до вложиться мы решили инвестировать мы купили больше еще недвижимость и я скажу что я сейчас людям рекомендую покупать на северном кипре недвижимость вы сможете себе хотя бы сохранить недвижимость которая ценится в валюте потому что куда сейчас вкладывать деньги и где их хранить и даже в какой валюте не известно и непонятно а здесь хотя бы ну на берегу средиземного моря в развивающейся стране с развивающей инфраструктуры почему бы не вложить я ну как все говорят риэлторы как все говорят наши застройщики и мы видим на примерах мы же видим мы видим когда квартира строила год назад 120 тысяч мы человек продает ее за 200 и и покупают мы же видим эти примеры поэтому я скажу что это очень хороший вариант для инвестирования я сделала так я рекомендую ваше дело уже прислушиваться не прислушиваться критиковать я никого не заставляю у каждого человека есть своя голова на плечах если вас интересует вопрос по приобретению то обращайтесь потому что мы сотрудничаем с крупными риэлторскими компаниями за которых нам не стыдно которые полностью сопровождают клиента мы встречаем в аэропорту мы с ними вместе работаем мы полностью обеспечиваем жильем не на три дня мы можем вам и на 7 на 10 дней предоставить недвижимость для проживания но это ни к чему вас не обязывает понятно и никого не заставляем но мы стараемся работать с людьми которые действительно серьезные которые действительно заинтересованы в приобретении недвижимости мы остаемся очень все хорошими друзьями поэтому друзья вот мы погуляли вы посмотрели какая у нас сегодня погода вот вот такая у нас картинка ним такая пасмурная грустная но тем не менее знаете сегодня так завтра будет солнечно и я хочу чтоб вашей жизни даже если бывает черные полосы то они быстро заканчивались и наступила наступали светлые но также и мы с вами сами как на эти кудесники своего счастья кудесники своей судьбы своей жизни то что мы сделаем сегодня мы потом будем иметь поэтому сегодня наше семечко до автора прорастет все ребята я вас немножко замучила наверное своей болтовнёй до новых встреч встречаемся на кипре